Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит и показывает Лападом. Сегодня речь пойдет о жанре, о котором я очень редко говорю. Это фантастическая проза, фантастические рассказы, сугубо, казалось бы, развлекательная вещь. Книги, которые я сегодня покажу, я никогда бы в руки не взял, не потому что плохие обложки, не подумайте, наоборот, на общем фоне довольно стильно выглядит, а на самом деле это просто абсолютно не моя стилистика. Ну вот прошел бы мимо, а очень зря. Разумеется, мне их присоветовали. Когда я стал упираться руками и ногами, даже прислали почитать кусочек, потому что, ну оно того стоит на самом деле, да. Итак, начну с того, что все, что вы видите, на самом деле является обманом зрения, да. Вот, это прекрасная серия, на мой взгляд, я буду читать все выпуски. Вот я первый прочитал, у меня восьмой еще в руках, но я не могу им целую полку книг показать, к сожалению, сейчас. Что их уже восемь этих выпусков, разные авторы составляют дуэт, но пишут по отдельности. Там просто чередуются произведения, в данном случае Майка Геоприна и Ольги Рейн. Это два разных взгляда как бы на одну проблему, но сейчас об этом подробно. А, значит, хитроумно написанная аннотация, которая ведет вас в такой лабиринт понятий, вы там увидите и звездную ночь, и бездонное небо над головой, и романтику, и мистику, и еще что, черт знает что. На самом деле, это, конечно, такая приманка для тех, кто не знает, чтобы почитать, но главное, чтобы поинтереснее было. То же самое касается и, скажем так, обыгрывания знаков Зодиака. В этой книге, в данном случае, вы видите, здесь у нас 12 знаков от Зодиака, ну и, конечно, Змееносец, конечно, Змееносец, как же без него-то, нельзя же. Это же самый таинственный знак Зодиака. Раз его почему-то не использовали всякие шарватаны, значит, с давних времен, да, то его надо обязательно тоже использовать сейчас. Я не буду ерничать, я считаю любую астрологию полной ерундой, вот. И, конечно, все эти, значит, схемы, да, обыгрывания, да, это просто каркас, внутри которого собраны гораздо более интересные вещи, чем сама вот эта структура. Ну, потому что, конечно, сортировать рассказы по тематике вот этих вот знаков Зодиака, каждый из них охарактеризован парой фраз, каждый из них как-то тематически обозначен, и это очень важно, это важно для рассказов, да, значит, и вот это вот все выстроить, это само по себе очень искусная работа проделана, да, но проделана не для меня, потому что я эти вещи не оценю. Еще раз повторюсь, вся эта мистика, астрология, да, вся эта полная, все это полная фигня, на мой взгляд, и самое главное, самое страшное, это скучная фигня, которую я совершенно на дух не переношу, потому что совершенно очевидно, для чего это придумано, для того, чтобы поражнить ваш карман, вот, и как это используется. Так вот, обыграть такую скучную вещь, сделать из нее конфетку, настоящую, сделать из нее действительно что-то стоящее, очень сложно. Даже сложнее, чем работать с чистого листа, с нуля, да, вот, уложиться в эту схему, вписаться во все ее повороты, да, каждому знаку из Зодиака, говоря конкретно, вот об этом зеркале для героев, каждому знаку из Зодиака, подобрать какой-то сюжет и какой-то образ, да, точнее, пару образов. Сейчас поясню, в чем дело. Для меня вот этот набор рассказов стал потрясающей совершенно мозаикой, которая работает как детский конструктор, потому что здесь мы имеем только пару страниц для того, чтобы вжиться в судьбу героев, для того, чтобы схватился интерес, но иначе это будет не интереснее, чем, не знаю, передавиться газетой правду, да. То есть мы будем читать эти рассказы, у нас есть, вот буквально, у авторов, вернее, есть буквально несколько строчек, несколько абзацев для того, чтобы мы поверили в этих героев, посочувствовали им и захотели узнать, что будет дальше. А дальше будет то, о чем я как раз говорил, используя метафору конструктора, да, сборных пазлов. Потому что любовь – это абсолютно бесконечная тема. Ее можно описывать как океан по капле воды, да, то есть вот сосредоточившись на чем-то, да, можно описывать, значит, целым веером сюжетов. А можно воспользоваться приемом, который, значит, например, Дмитрий Чернышев называет перебор вариантов в своей книге о человеческом мышлении, как люди думают. Вот этот вот перебор вариантов – это то, что может происходить в неком мире и неких мирах, да, они абсолютно, как у Шекли, разнообразны и непредсказуемы, да. Это то, что может происходить в разных жанрах, а здесь у нас все жанры – от антиутопии до, ну, такого очень доброго, такого вот романтичного фэнтези местами, да, от хоррора, причем такого напряженного, я бы сказал, даже триллерообразного, вот, до, значит, того, что я условно для себя приблизил бы к киберпанку, хотя я совершенно не силен в жанровой классификации. Да и не важна она по отношению к этим рассказам. Самое главное, что авторам удается – это захватить ваше внимание, мое, по крайней мере, захватили, да, и заставить каждый раз наслаждаться самим перебором вариантов, потому что чувство между двумя героями может привести к самым разнообразным последствиям и может в разных обстоятельствах быть, ну, и спасением, и проклятием, и кошмаром, и благословением, и, значит, поэтической легендой, и романтической историей, и грубой прозой жизни, да, такой, значит, вот просто сырой и неприглядной, которую совершенно требуется знать, иначе ты будешь жить в каком-то выдуманном красивом мире. Здесь все перемешано, и это мне страшно понравилось, потому что, я еще раз говорю, я не считаю фантастику скучной, но я не читаю ее, и я в ней не разбираюсь настолько хорошо, чтобы говорить вот всерьез о всех вот этих вот. А здесь у нас есть такие вот пазлы, которые очень хорошо складываются. Чтобы вы поняли диапазон о том, что эти истории, да, то здесь есть, например, история, которая начинается как водевиль, это такой рассказ под названием Вериль, когда двух каких-то лигурянок, ну, лигурийцев там так далее, короче говоря, жительниц планет, два космических дальнобойщика, два года вынужденных провести в вынужденном одиночестве, но при этом они не пара, не подумайте. Значит, два этих космических дальнобойщика берут с собой в качестве живых походных жен. Вот, значит, в процессе выясняется, что это не совсем землянки, у них там кожа меняет цвет, но это какие-то вот мелкие фантастические детали. Суть не в этом. Значит, история приобретает несколько романтический характер, потому что эти самые девицы, которые обращаются к этим, не очень симпатичным мужикам, скажем так, вот, таким слегка свинообразным, значит, обращаются не иначе, как мой господин. Вот, они, конечно, когда люди долгое время проводят вместе, они либо начинают ненавидеть друг друга, да, либо случается, простите меня, Вериль, название этого рассказа. А вот дальше получается, что у них нету слова для любви в языке вообще, то есть, совокупление, пожалуйста, а вот любовь, нет. Значит, но есть слово Вериль, которое обозначает нечто совсем другое. И когда прилетают, наконец, на ту планету, колонию, куда они везли этот груз эти два года, эти космические дальнобои, да, и высаживаются там со своими уже фактически верными женами, да, выясняется, что с ними произошел этот Вериль. И теперь жизнь их не только не будет прежней, но и вообще придется пересмотреть вообще все понятия свои, да, потому что это совершенно неземная вещь, которая не подразумевается вообще-то отношениями между мужчиной и женщиной. А что это вы узнаете сами, прочитав концовку этого рассказа, она довольно завораживающая, да. Ведь, вы понимаете, сила притяжения действует на два тела только до тех пор, пока они соприкоснутся. А дальше они становятся одним единым телом, и дальше происходят совершенно другие физические процессы. Вот это Вериль, да. Ну, или, например, рассказ, опять же, чтобы вы поняли, диапазон, в котором происходит стилистическая и сюжетная игра, да. Рассказ «Теперь так будет всегда». Это невообразимый, чудовищный, значит, трэш о фашистах-людоедах, которые убивают, насилуют и убивают людей, значит, будучи запертыми в некоем пространстве, которое напоминает у нас и под куполом Стивена Кинга и так далее. Вот, они стали такими не сами по себе, да. Они просто были нормальными, совершенно фашистскими уродами, которым судьба была в этих курских лесах, значит, погибнуть железно, значит, от пули, снаряда или осколка. Вот. Но обстоятельства фантастические сложились так, что они теперь навечно запечатаны, не скажу где. И, конечно, там они, вся их звериная человеческая натура, она вот просто вывернулась мехом наружу, что называется, да. Это, я бы сказал, трэш какого мало, особенно. Особенно, если воспринимать эту прозу всерьез, да. Понимаете, когда тебе показывают такой карикатурный портрет какого-нибудь злодеяния или какого-нибудь кровавого происшествия, да, то ты читаешь это отстроменно. Ну, мало ли, господи, понаписали всякой афинеи, да. Вот. Главное, побольше туда мерзости накидать, чтобы это самое, чтобы смачно получилось, да. Здесь совершенно другая ситуация. Все это описано сухо, строго. Я бы сказал, это рассказывает один из героев, это очень важно. Потому что он все понимает, все про себя знает, понимает, да. Но уже ничего не вернуть, не отказаться от собственных инстинктов он не может, да. То есть он вызывает уже даже не омерзение, да. Он вызывает чувство сходное, не знаю, с исследовательским интересом. До какой степени может рефлексировать вот этот вот сгусток зла, что называется, да. Вот. Потому что он обычный живой человек, когда-то был, да. Вот. И вот до какой степени озверения доходит, значит, эта троица, да. Кончается все, разумеется, плохо для них и очень хорошо, чтобы не оставалось мути на душе у читателя. Но, но, я хочу сказать, что я, во-первых, вам не расскажу, чем кончится. Когда ты читаешь такой вот трэш, да, ты понимаешь, что будь он изложен пространно в каком-нибудь действительно большом произведении про попаданцев, ты бы просто закрыл на какой-то там странице, да, и не стал бы дальше читать. Но тут это действительно протокольная суша. Он рассказывает сухо отчитываясь о том, что и как они делали, потому что ни сожалений, ни стыда, никаких эмоций уже не осталось. Благодаря вот этому страшному фантастическому допущению, да, все это выветрилось из их душ, потому что человеческая природа, она только быстро исчерпывается. Это как водоем, который высыхает. Есть у них там водоем с гололастиками, вот, который они фактически вычерпывают. И даже гололастиков посчитали, их там 192, они каждого гололастика уже знают в лицо. Вот. Таких деталей, кстати, много в рассказе. Ну вот, это абсолютно страшная вещь. Вот, страшная своей простотой, потому что, да, и такой вариант возможен. Вот эти варианты, от которых гораздо больше, чем 13 знаков Содиака, вот эти вот два взгляда на каждую из этических, я бы сказал, эмоциональных проблем, дилемм, которые обозначены каждым знаком, здесь видите, значками Марса и Венеры, значит, рассказы с авторов описаны. То есть, у нас уже их не 13, да, а получается 26 вариантов, вариаций, да. Это какой-то такой, не знаю, насколько хорошо темперированный клавер, но клавер, который читается очень интересно. Вот. Я такую прозу люблю. Я не выдержал бы большого повествования с многочисленными фантастическими деталями и так далее, которые быстро мне наскучило бы, да. А вот такие короткие, убийственно иногда хлесткие рассказы, потому что написаны честно, без игрового элемента, да. Уж какой игровой элемент, я вам описал, что там происходит, да. Вот. Соответственно, диапазон абсолютно разный, да. Здесь есть истории, которые действительно, ну, являются, скажем так, комплементарными нам с вами, человеческой натуре. Любовь все-таки это великая сила, да. Есть истории подобные описанные, специально взял самую страшную, чтобы вам было понятно, что это очень разные тексты. Вот. В целом, я люблю такие игры, и я думаю, что я прочитаю остальные сборники серии с большим удовольствием, или хотя бы часть из них, потому что чувствуется, что авторы играют вот в эту вот, я уже описывал, структуру, да, со знаками-заряками, со всеми всерьез, да, и стараются действительно, чтобы тексты, они действительно, ну, не было видно, что это напихано ради того, чтобы заполнить схему, да. Сама схема диктует, я думаю, очень многие, скажем так, сюжетные ходы и приемы. Вот. Так что вот такая вот серия, да, «Зеркало для героев», и вот восьмой выпуск, у меня «Танец с зеркалом». Ну, на самом деле, я, конечно, эти книги рекомендую любителю фантастики в первую очередь, это понятно. Но если вы хотите почитать что-то остропсихологическое, да, и не боитесь самой формы, сам жанр вас не отталкивает, ну, конечно, берите первый выпуск «Зеркало для героев» и посмотрите, во что там превращены человеческие чувства. Это совершенно увлекательный сам по себе процесс, потому что такие пазлы, это вот как бы комбинируется раз за разом одна и та же вечная история Адама и Евы. Вот. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. Значит, Майкл Геоплин, Ольга Рейн, «Зеркало для героев», ну, и Ильдар Сафин, Марина Дробкова. Это у нас, значит, «Танец с зеркалом», выпуск восьмой серии, да. Если что-то еще очень интересное, я встречу в этой серии, обязательно, наверное, об этом расскажу отдельно. Спасибо за внимание.